Аграрии Льговского района еще 10 августа начали собирать сахарную свеклу. Эта культура здесь занимает более 7 тысяч гектаров пашни. С каждого местные труженики полей собирают по 370 центнеров сладких корней. Урожайность высокая. На льговских полях побывала моя коллега Алина Фурсенко. Общая площадь пашни Льговского района 54 с половиной тысячи гектаров. В этом году ей распорядились по-хозяйски. В этом году у нас все поля были засеяны. Осенью прошлого года, правда, мы немножко посеяли меньше озимых культур. Связано это было с погодным условиями. Но это было компенсировано яровыми и кукурузой, и также площадями сахарной свеклы. Свекла в этом году подоспела чуть раньше срока. Сказалась аномальная жара, которая остановилась на территории региона. Погода в общем положительно сказалась на выращивании сахарной свеклы. Но сейчас, на данный момент, очень сильная жара, земля пересохла. Соответственно, копка усложняется тем, что очень сухая земля. В связи с температурным режимом убирать свеклу приходится даже ночью, когда не так жарко. Но новая техника позволяет комбайнерам чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Работаем с вечера до вечера. Менецианер работает хорошо. Современный комбайн выполняет одновременно три функции. Состригает свекольную ботву, очищает от нее почву и выкапывает корнеплоды, собирая их в резервуар. Когда емкость наполнена, свеклу высыпают в кагаты, оттуда погружают в крузовики. Они везут урожай на переработку на льгофский сахзавод. На сегодняшний день более 9,5 тысяч тонн корней уже прибыло на завод. И с 4 утра 15 числа по графику завод заработал. В среднем в сахарной свекле около 16% сахара. Вот из такого двухкилограммового корнеплода можно получить около 300 граммов. Всего же район планирует собрать урожай не менее 250 тысяч тонн сладких кореньев, а после переработать свои запасы и даже помочь соседям.